Юлечка, привет. Привет, Оксаночка. Всегда рада нашей встрече. Юль, расскажи, пожалуйста, ты давно с Катей, ты давно на ее программу. Ты прошла их много, я знаю. Почему ты решила пойти на годовой коучинг? После всего того, чему ты обучилась, узнала, делала, после результатов на программах, почему приняла такое решение? Мы все разные, и кому-то легче заниматься более уединенно и иметь контакт, допустим, с менторами, с ведущей программы. Кому-то легче учиться в группе и при таком ежедневном коучинге. Мне легче, интересней учиться в коучинге, когда есть ежедневный контакт с учителем, когда есть взаимообмен в группе и когда есть помощь в практиках. Потому что знаю по себе, что учиться я очень люблю теорию узнавать, очень люблю обсуждать, задавать вопросы, получать ответы, но бывают проблемы с практикой. А это ключевое. Вот, пожалуй. И, безусловно, это еще большая радость и это очень интересно и мне с большое удовольствие. Юля, скажи, а вот ты зашла с какой-то целью на годовой коучинг. Ты ее реализовала, насколько я понимаю. Результаты были только по этой цели или ты ощущаешь. Результаты и по другим сферам. Поделись, пожалуйста. Конечно, очень важно определить ключевую потребность, потому что иногда наш ум закрывает от нас ключевую цель. Кажется, что окей, или даже не кажется, но какая-то сфера может быть настолько болезненна, что туда даже не хочется смотреть. И ум наших соображений, безопасности, комфорта для нас, он отводит наше внимание от этой цели. Вот первая, может быть, или одна из важнейших составляющих коучинга, что определяется вот эта ключевая потребность. И если это так, ставится цель и реализация или продвижение к этой цели приводит к тому, что все остальные сферы жизни тоже гармонизируются, налаживаются и так далее. У меня было так. То есть это можно сказать, что за счет реализации конкретной цели идет переход на совершенно новые уровни, да? Да, это из серии, когда, допустим, можно в разном состоянии любоваться, допустим, морем, да? И в состоянии, когда чувства не очень хорошие, вибрации пониже, это может даже навевать какие-то грустные мысли, какие-то печальные мысли, и как-то быть тревожно. Но в то же время, когда есть внутреннее состояние хорошее, эта же картина, она приносит радость, благодарность, благодарность Творцу, что вообще есть такая красота, и этим можно любоваться бесконечно. То есть ключевое, в моем понимании, ключевое — это то состояние, которое ты испытываешь при постановке цели, как ты ее ощущаешь. Цель не может быть только правильная, если это правильная цель, даже по всем там смарт-критериям, как угодно, полезная тебе, полезная людям, но вот тут вот нет этого ощущения, что это в радость, это прям, ну это, я сомневаюсь, что эта цель и путь к ней может быть действительно радостным. Она может реализоваться, она может принести удовлетворение какое-то. Но суть-то в том, чтобы становиться счастливее, и вот это вот счастье как бы умножать из этого состояния взаимодействовать с миром. И еще один очень важный момент, который я поняла, что иногда мы живем от цели к цели, но жизнь — это процесс, поэтому очень важно, очень, гораздо более радостно, интересно, когда и процесс к движению, к желаемому, он тоже радостный, он тоже интересный, он тоже приносит какие-то инсайты. Там могут быть какие-то моменты, скажем так, интересные, ну вот сложные, которые нужно просто пройти, понять. И в этом пути тоже очень много радости. И, Оксан, ты спрашивала вначале, почему все-таки формат такого вот коучинга ежедневного? Вот еще и поэтому. Потому что очень-очень ценно поддерживать, иметь поддержку такую мудрую на пути реализации цели. И, собственно говоря, и сама цель, и путь к ней, они одинаково важны. Это как одно целое, собственно. Я не могу сказать, что для меня важнее. — Ёлечка, я тебя слушаю, так радуюсь красоте того, что ты говоришь, того, как ты говоришь, как ты прекрасно выглядишь, прям. Пожелай, пожалуйста, что-то девушкам, которые нас внимательно слушают, девушкам, может быть, мужчинам, вот тем людям, которые сейчас принимают решения. — Бывает так. По себе скажу, что кажется, вот действительно классная возможность, прям отзывается все здесь. и да, я хочу это. Но уже через несколько минут начинается «Окей, а как я смогу найти на это время? А получится ли у меня? А получится ли по деньгам? А как успевать все остальное?» И ещё фишка, конечно, что «А вдруг будет другой момент, более правильный для этого?» И, конечно, с уверенностью могу сказать, что момент, который есть у нас, — это вот здесь и сейчас. И если мы чувствуем, что это наше, то и что это во благо, что это этично, что это экологично, то нужно идти в это. Нужно идти в это. И учителя советуют пробовать новое, идти в новое. И если есть выбор повторить что-то или всё-таки пойти в новое, всё-таки рекомендации идти в новое, потому что это развитие. И ещё момент, что, знаете, удивительно, если получается желать желаемое, но в то же время дать волю и себе, и этому желанию, и миру, и Вселенной, что это желание может реализоваться ещё лучше, чем вы думаете. Вот этот момент тоже я бы хотела озвучить. Поэтому, возможно, кто думает, что «Хочу на программу, хочу на коучинг, хочу развиваться, но какие-то параметры, пока непонятно, как это может произойти». Просто делайте что-то в направлении вот этого желания. Прямо здесь и сейчас. И тогда, если это действительно ваши возможности, будут открываться. Не знаю, можно ли к этому привыкнуть, но каждый раз есть где-то сомнения, да, будет, но уже есть и такие ожидания, что да, так будет. И действительно, жизнь за нас, как бы, творец за нас. Поэтому просто нужно идти делать нашу часть действий. И всем, конечно, желаю счастья, желаю мира, и желаю ощущать вот ценность жизни нашей, и ценность самих себя, ценность каждого человека, и каждого вообще ценность жизни. Юлечка, наслаждалась беседой с тобой. Благодарю тебя. Спасибо большое, Оксана, за возможность пообщаться с тобой, за возможность поделиться какими-то своими осознаниями. И до встречи. Благодарю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok